Друзья, здравствуйте! Александр, здравствуйте! Здравствуйте! То есть нетрадиционное что-то у нас есть с вами? Да, нет, традиционно к нам приходят ростовские музыканты, музыкальные группы, исполнители. И в связи с этим, чтобы оправдать ожидания наших слушателей, я вот такой первый вопрос решил вас спросить, играете ли вы на каких-либо музыкальных инструментах? Ну, на нервах только, больше ни на чем. Вот у меня еще есть палка для селфи, она сломалась, к сожалению, прямо сегодня. Я думаю, может быть, на ней как-нибудь сыграть. Она отлично подходит для чесания спины. Это единственное, что можно использовать. Вот я могу продемонстрировать даже. Может быть, на ней можно как-нибудь и поиграть, я не знаю. Ну, все, значит, исконной музыки не будет. Традиционной какой-то, в традиционном понимании. Я, к сожалению, блог, или к счастью, я не знаю, блоги не веду, этим не занимаюсь. Вопрос, как блогером стать? Чего нужно делать? Ну, вы уже стали, если вы в контакте, вы уже стали. Ну, нужно же, наверное, какую-то социальную подоплеку иметь. Помимо того, что я когда-то там выкладываю фотографию, где-то я там был, что-то там показал. Ну, по большому счету достаточно. Ну, блогеры очень широкое же понятие. Господи, хорошим блогерам. Хорошим, да, хорошим, естественно, хорошим. Вот это уже, да, это другое дело. Понимаете, есть два типа хороших блогеров, ну, как хороших, известных. Хороших их совсем мало. Вот, есть два типа известных блогеров. Одни стали известными благодаря тому, что они блогеры. Изначально. Да, а другие стали известны как блогеры, потому что они были известны до того. Просто известные люди страны, города. Они по-любому становятся известными блогерами, только вот проникнув в благосферу и так далее. Ну, пример первого типа блогеров, это, ну, условно говоря, там, какой-нибудь, ну, я не знаю, ускорее, Антон Носик, да? Он стал известен широко благодаря тому, что был известен в благосфере. Хотя он и до того был экспертом известным и так далее. Вот, а второй пример, ну, я не знаю, это, например, Дмитрий Медведев. Вот, он был известен до благосферы довольно хорошо. Ну, немного так. Вот, да. В узких кругах. Неплохо известен. Вот, стал больше известен благодаря благосфере. Вот, и так далее. Вот, собственно, весь секрет. Либо вы хорошо и остроумно как-то оригинально, может быть, нестандартно ведете свой блог, становитесь благодаря этому известным. Либо вы уже, например, хорошо поете, танцуете, занимаетесь политикой, как-то вросли в социальные лифты и прочее. Вот. И заводите себе блог. И у вас тоже все в шоколаде. Вот вы сказали, нестандартно. Нестандартно это как? Ну, что, какая информация сейчас интересна потребителю, интересна людям? О чем писать? Нет, дело же не в том, какая информация, а дело в том, как ты ее подаешь. Потому что, что бы я ни сказал, все равно где-то уже однажды это так или иначе. Ну, любой, даже не стандартный ракурс какой-то фотографии, а интересный способ подачи, может быть, чем-то шокирующим, как Тёма Лебедев делает. Он весьма эпатирует публику там нестандартно, нецензурной лексикой или своими довольно резкими суждениями и так далее. Вот, только и все. Это, мне кажется, очень примитивные такие довольно секреты. Но другое дело, что примитивно об этом рассказать. Но совсем не примитивно, да, это сделать. Тем более, что тут же это очень такая рутинная вещь в том плане, что ты при всей вот этой, да, эпатажной или эклектичной или яркой форме, да, ты ещё должен делать кучу рутинных вещей, обрабатывать, выкладывать эти фоточки, значит, писать эти тексты, расставлять гиперссылки, ссылки, там, проверять, я не знаю, посещаемость, ну, там, миллион вещей. И всё это, и главное, всё это делать стабильно каждый день, а лучше в день по нескольку раз. Ибо смысла не имеет. Там, рассеивать, посеивать всё это дело, и так далее. Да, ибо смысла нет. Довольно тяжёлая работа, тяжёлый труд. Вот те, кто думают, что блогерский хлеб, он лёгкий, это не так, на самом деле. Хотя я, у меня так, блогинг и вот присутствие в социальных сетях, это такой несколько побочный эффект моей работы. Ну вот, но я понимаю, что там творится и что там происходит. И вот я бы совсем не хотел зарабатывать этим на жизнь. Ну, то есть можно что-то приработать, там, какие-то приятные плюшки или так далее. Я, например, это делаю для того, чтобы самому не забыть, что вообще происходило, и случай, чего очень быстро откопать. Такой дневничок, да? Полистал, нашёл. Да, 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 да. Ну, поиском, скорее. Там полистал. Это толк. Да. Это первое. А второе, это нетворкинг, конечно, такое. Ну, то есть создание связей. Создание поддержания связей. Ну, условно говоря, у меня есть блог про гаджеты и про всякие технологии. Он вообще в подмётке не годится. Очень многим интересным изданием и блогом. Они круче. У меня там в 10 раз. Потому что они там целые коллективы на них работают. Они 8 часов в день или там 24 часа в сутки на это работают. Они прилично денег на это тратят и ещё больше поднимают. Я же делаю это для того, чтобы там знать, что происходит у компаний. То есть ты ходишь к ним, я условно говоря, на пресс-конференции или в гости. Ты что-то показал, что они сделали. Они тебе дают посмотреть одним из первых, потестировать. Компании разные самые. От производителей телефонов или сотовых компаний до производителей автомобилей, которые показывают свои высокотехнологичные фишки в автомобилях. Это интересно. Для этого нужен блог. Я не могу всё это впихнуть в радио, хоть убей. С блогами это получается. Благодаря этому я знаю, я варюсь в этой атмосфере. Я хожу на выставки, на конференции и так далее. И могу в передаче поддерживать определённый уровень разговора. Без этого уже сложно. Научиться этому можно и как, если можно? Понятно, что ты можешь листать блоги известных блогеров, смотреть, что-то почерпнуть. Но это уже... В этом ничего страшного, Эдуард. Вы же, когда начинали работать радиоведущими, я больше, чем уверен, что вы кому-нибудь да подражали. И это хорошо. Все, кто начинают, они так или иначе, даже если этого не осознают, подражают. Точно так же и с блогингом. Но я думаю, что этот вопрос через несколько лет просто не будет задаваться в силу того, что отпадёт. Современные дети уже рождаются в соцсетях. Рождаются с компьютером, с интернетом, с соцсетями. И для них вообще не составляет такой вопрос, как делать, что делать там. У них есть свой язык, они могут общаться только картинками и наклейками вот этими и так далее. И часто я даже не понимаю, например, что вот когда дочь с кем-то переговаривается, она мне какой-то кусок переписки может прислать, я его частично могу не понять. Из-за заграждений? Не только. Это какие-то картинки, вот как это, скетчи вот эти вот, да, и так далее. Я чего-то в каком-то там юморе, в каком-то контексте уже не нахожусь и не понимаю. Они всё это понимают и впитывают, что называется, с молоком матери. Вот. И как этим стать, да, с этим просто всё будут рождаться. Это не хорошо и не плохо, так просто есть. Это всё равно, что сейчас сокрушаться по поводу того, что люди готовятся к экзаменам не по написанным от руки конспектам, а по набитым на iPad, например. На встречах с блогерами, вот таких, которые проходят, ну, периодически, да, как часто, вот такой вопрос, как часто приходится встречаться или не приходится, а просто хочется встречаться? Да, мне приходится уже не первый раз звучать в нашей программе. Мне хотелось бы как-то от неё немного абстрагироваться. На самом деле это большая радость встречаться. Чем больше, тем лучше. Ну, просто у меня есть основная работа, она происходит 4 дня в неделю, но там просто есть и ночные смены, поэтому не надо думать, что я работаю меньше других. Ну, вот понедельник, вторник, среда, причём половина среды, у меня есть выходных, и я в них могу встретиться. Если у меня попадает как-то в графике, я с большим удовольствием. Почему нет? Когда ещё поездишь в страну, посмотришь, вот, и с людьми пообщаешься вот так, а не через телефон на радио и не через блог, а так вот вживую, это же здорово. Ну, что там на этих встречах, о чём говорите, какие вопросы поднимаете, может быть, что-то советуете или, наоборот, обратную связь больше получаете? Ну, я, конечно, не хочу раскрывать секреты, но на самом деле я это езжу за обратной связью. Вот, как Алан Чумак раньше ездил и заряжал всем банки с водой, вот так я в качестве этой банки с водой сам езжу и получаю подзарядку от людей. Вот, я даже не знаю, ну, что я рассказываю? Я рассказываю о том, как я работаю на радио. Я всё-таки 21 год, работаю, есть что рассказать. Я веду разные по жанру, по стилю программы. Даже если это интервью, они тоже бывают разными самыми. Я говорю о каких-то, там, я не знаю, ну, секретах, если так скабрезно сказать, секретах профессии, каких-то приёмах, каких-то, не знаю, уловках, жизненных ситуациях. Байки травлю бывает, да, показываю разные смешные штуки, которые происходили со мной в эфире, выписываю их специально для этого. Ну, как-то вот так. Я думаю, что, в принципе, это интересно, наверное, должно быть со стороны людям, которые, ну, просто интересуются этим, их, наверное, не очень много, но им это, правда, интересно. И такой вот живой сеанс разоблачения магии радио для них происходит, в том числе и, ну, там, и благосфера касается, ну, всего, всё, что окружает. Вот, наверное, как-то это не зря получается, раз люди приходят, наверное, и не интересно. Ну, вот уже говорили, что вести блог довольно сложная задача, совмещать работу там на телевизионных проектах, интернет-проектах, опять же, вести блог, это всё-таки вот можно общим словом работа назвать, или это вот больше увлечение такое, которое там с самого-самого детства? Ну, Эдуард, ну, не вам задавать мне такой вопрос. Вы прекрасно знаете, вот работая здесь, что работа на радио – это жуткая халява. Это может каждый, абсолютно, человек с улицы. А я же не только про радио спрашиваю. А всё остальное – это то же самое, это же прикол абсолютный. Вот молоть языком – это не работа, как известно. Поэтому об этом мечтает каждый человек. Вот, мне просто, как и вам, разумеется, очень сильно повезло с этим. И, конечно, от этого получаешь гигантское удовольствие. Чем больше этого, тем лучше. Не нужно, чтобы это услышало моё начальство. Но, тем не менее... Мы это не поставим. Тем не менее, ну, это огромный кайф, и этим заниматься всегда приятно. Если ты находишь работу себе по душе, то ты ни одного дня не будешь ходить на работу, как известно. Я тоже практически не работал в этой жизни. Почему эхо Москвы? И вот на всю жизнь. Я не знаю, как так сложилось. Я очень много пытался как-то... Уйти? Не то, чтобы уйти, но хотя бы отдалиться, по меньшей мере, от эхо Москвы. Это не было искусственным таким. Я просто пробовал себя в разных самых ипостасях. Я работал во всех видах средств массовой информации. Начинают газеты в ведомостях. Я больше 10 лет вёл колонку. И заканчиваю там информационным агентством. Включая телевидение и журналы. Чёрт знает что. Интернет-издания, везде я поработал. Но как-то реально дома я чувствую себя на радио. И на эхе Москвы это уж прям совсем дома-дома. Ну, как-то так сложилось. Пока обе стороны очень довольны. И никаких... А вот, кстати, телевидение было... Россия 24 была? И был до этого НТВ. Я два года отработал на НТВ, но не в кадре. Я работал в информации, я работал редактором. Шеф-редактором целый год отпахал. Вот. Это была тяжёлая работа. В Вести 24 это тоже был прикол, конечно. Это никакая не работа. Это очень круто и безумно здорово для публисити. Но я считаю, что нынешний ведущий этой программы Павел Кушлев, он в миллион раз круче меня. Он был мой шеф-редактор. И сейчас он ведёт. И он, конечно, молодец. Он придал передачу прям суперновое дыхание. Сейчас IT-журналист в России номер один, разумеется. Ну, из непишущих, из таких шоуменов. И это здорово. Я рад, что я для него сохранил это... Как бы приготовил это место. Подогрел немножечко. Вот. Ну, а телевидение не засосало? Не хочется ещё заниматься чем-то параллельно? Или, может быть, сейчас какие-то проекты есть? Или приглашают куда-то? Чего-то такое есть? Ну, сейчас вроде бы ничего особенного нет. Я с удовольствием всегда, если есть возможность, особенно если это какая-то необязательная, ни пропагандистская, ни политическая такая штука, я с большим удовольствием. Ну, когда предлагают, когда нет. Вот, у нас был проект в Ютьюбе, Старцы Лайф назывался тем же Павлом Кушлиевым, с вашим уроженцем, ростовским Андреем Подшибякиным, прекрасным видеообозревателем, и Игорем Игрицким, кинообозревателем. Мы делали Старцы Лайф, на четырёх обсуждали события, значит, кино, кино, игр и интернета, и гаджетов. Но закрылся проект, к сожалению, сейчас кризис. Вот сейчас вообще в кризис чего-нибудь нового-то предлагать вряд ли кто-то будет. Ну, а идеи-то рождаются, наверное? Да, вы знаете, на самом деле, я вообще человек безидейный. Я вот не помню вообще, чтобы я хоть один проект родил реально. Ну, обычно это чья-то другая инициатива, я очень хорошо подхватываю. Вот если мне вбросили что-то, я уже могу дальше доработать, там, вот так далее. С нуля реализовать, тем более, что если вот так прийти на телевидение, тебя никто не знает, там, здрасте, здрасте, я Саша Плющев. Я вот работал там на Весказа 4А, молодец. Вот, я вот придумал такой проект. Я как-то так не могу, не знаю почему. Ну, видимо, хватает и того, что предлагают со стороны. Ну, вот как блогеру вопрос. Какие СМИ сам предпочитаешь? Зачем, может быть, следишь? Может быть, радио какое-то слушаешь? Если есть такая возможность. Ну, радио понятно, какой-то тут вопросов нет, да? Ну, я еще слушаю немножко наших конкурентов. Несколько есть в Москве. Я слушаю англоязычную радиостанцию Moscow FM для того, чтобы improve my English. Вот. Они прекрасные вообще. Я считаю, что даже по сравнению с многими американскими радиостанциями, ну, они такие музыкальные и почти мало очень дисциплинационные. Ну, и ток-шоу там бывают. А и очень классные. Очень. Вот. И слушаю, что читаю, но в интернете много чего. В основном ходишь по ссылкам с Twitter, с Facebook. Ну, так я посматриваю Медузу, Слон, естественно. А что еще-то больше? Ну, РБК, безусловно. Ну, и ведомости там. Ну, много чего. На самом деле есть еще, что почитать. Это все говорят, нечего, нечего. На самом деле так начнешь вспоминать, перечислять. Ну, блоги на сайте Эхо, безусловно. Тем, кто хотел бы чему-то непосредственно научиться, такой совет, с чего начать, чтобы быть блогером и писать интересно. Нужно следить за другими, разрабатывать свою какую-то стратегию, не похожую ни на кого, читать какие-то определенные книги, слушать какие-то определенные программы, смотреть их, может быть, вот в таком, в большом масштабе. Ну, в отличие от радио, которое подвластно каждому, как мы уже сказали, блогинг – это удел немногих. И это искусство. Если вам, друзья, не дано, бросьте это занятие, к чертой матери. Пишите у себя ВКонтакте, в Одноклассники, там ваши 30 человек. Фотографируйте еду. Конечно, да. И бросьте вы это, не парьтесь, особенно. И без вас там конкуренции более чем достаточно. А если все-таки вас что-то так и подзуживает этим заняться, то будьте собой прежде всего и будьте постоянны. Там постоянство, вот эта рутина, она один из залогов успеха. Без нее, к сожалению, ничего не получится. Если вы сознаете, что вы там день попишете, два попишете, три попишете, а потом как-то устанете, решите, недельки на две расслабиться, вы можете себе позволить это сделать, если у вас есть другой источник дохода и другой источник наслаждения. Ну, тогда это как бы побочное занятие, и отлично. Но если вы хотите этому посвятить свою жизнь, это тяжелая, трудная работа, заодно и искусство. Все это вместе, и, скорее всего, это не для вас. Бросьте. Все. Вот такой вот, собственно, главный... Идите работать на радио. Главный совет от Александра Плющева. Саша, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Мы вам желаем удачи. И побольше встречайте хороших людей на своем пути. И вам успехов на будущих ФМ-волнах. Спасибо. У нас в эфире программа «Между собойчик» был журналист, блогер, ведущий радио «Эхо Москвы» Александр Плющев. Друзья, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова